Всех приветствую! Сегодня хочу закончить о коксоартрозе, артрите и так далее. Просто хочу продемонстрировать, как ставить компрессы, потому что спрашивают. Для меня это, конечно, странно, но я не сломаюсь, я покажу. Во-первых, вы, если первый раз решили это попробовать, вам надо попробовать сначала на кожу. Возьмите, немного налейте на ладошку, затем нанесите на сустав, протрите, как Михаил Миронов показывает. Потрите день-два, попробуйте, посмотрите, как ваша кожа реагирует. Кожа у всех разная. У кого-то она как у слона, у кого-то как у младенца. Мне писали, что женщина посоветовала другой женщине сделать на ночь, та спалила кожу. Это ненормально. Поэтому сначала пробуйте просто. Не надо сразу взять. Вы не каша, это не масло, это перекись водорода. Хотя она и не опасная. Она опасна только для глаз, если ее просто взять и выпить. Заяц, ты куда полез? Поэтому будьте внимательны, немножко аккуратней. Допустим, на сустав, я не знаю, сейчас даже, потому что я говорил в первом видео, там, не помню, 3-4 кубика. Я не замерял, я просто так сказал. Сейчас я скажу конкретно, сколько надо. Здесь, допустим, я просто на глаз наливал. Лен говорит, на глаз собака бешен, собака бешен. Ну, сколько тут получилось? Где-то 1,5 кубика. Это вот на этот сустав. Просто я беру носок, стягиваю его. У меня уже, кстати, почти полтора года эти суставы не болят больше. С тех пор, как я делал буквально неделю. Затем носок натянул на это место. Все, готово. Оставил. Но это после того, как вы приучили кожу, сделали несколько дней. Когда вы попробовали это делать, просто втирать. Потом делайте просто, возьмите салфетку, она через 10 минут высыхает. Следующие дни поделайте просто салфетку, кладите вот так, на сустав. Она через 10 минут практически высохнет. Опять же, когда вы делаете компресс, допустим, вы находитесь в спокойном состоянии. Сделайте массаж. Сделайте растирание. Сделайте вакуумный массаж. То есть, увеличьте кровообращение. Только потом делайте компресс. Если, допустим, вы не можете гимнастику делать, у вас, допустим, до такой степени серьезно болят суставы. На колено. Я тоже сейчас на колено померю. Сколько на колено мне надо. Ну вот, пару кубиков я налью на колено. То же самое. Просто приложил вот сюда. Также растер, размассировал. Сделал вакуумный массаж. Если я не делаю, допустим, гимнастику. Приложил. Взял эластичный бинт. И легонечко, он мягкий. Слегка не затягивая ее, зафиксировал. Все. Готово. На бедро. Сколько на бедро у нас уйдет. Сейчас посмотрим. Ну, чуть больше двух кубиков вот налил. Ну, пускай будет три кубика. На бедро я не знаю. Меня спрашивают, как на бедро. Ладно, я покажу вам стриптиз немножко. Что же сделаешь? Она влажная. Она очень хорошо прилипает. Поднял труселя, приложил. Зафиксировал. Все. Готово. Конечно, если у вас очень большой вес, я не могу сказать, сколько вам надо перекиси. Но в любом случае начинайте. Может быть, вам пять кубиков надо будет. Может быть, и десять кубиков. Я не знаю. Может быть, салфетку гораздо больше надо будет. Тут не могу я вам сказать. Но обязательно сделайте массаж, сделайте растирание, сделайте хлопки. То есть, увеличьте кровообращение, если вы не делаете гимнастику. Если вы собираетесь делать гимнастику, сделали компресс. Если у вас уже все нормально, делайте несколько дней. Допустим, уже до полчаса дошли. Через полчаса делайте гимнастику. Если на плечо, то же самое. Здесь проще пареной репы, как говорится, приложил. Кофтой накрыл. Она никуда не падает. Она влажная. Кожа прилипает. Она никуда не упадет, пока не высохнет. Поэтому... С наступающим Новым Годом всех! Что еще добавить? Все мои видео будут... Все видео вы можете посмотреть по ссылке. Под моим видео увидите ссылку. Я там напишу. Потому что, как я уже в предыдущем видео говорил, некоторые не знают, как на канал заходить. И так далее. Просто пользуются один раз Ютубом. Я раньше тоже так пользовался. Можете, если не знаете, нажмите на мою фотографию. Затем нажмите на видео. И вы увидите все видео. И там, возможно, вы найдете, которое вас интересует. Следующие видео. Я надеюсь, я... Коксоартроз... Я думаю, с артритом тоже помогает. Потому что мне писали, что и с артритом помогает некоторым. То есть, это надо пробовать. Человек, каждый человек индивидуальный. Я не знаю, кому поможет, кому не поможет. Мне помогло. У меня коллеги на работе. Кто делает, всем помогло. Ни у кого противопоказаний нет. И всем помогает. У одного... Один избавился от этих суставов, от боли. Другое колено вылечил. Третье вылечил. И эти суставы. И тоже коксоартроз. Поэтому... Кому-то... Да, мне писали. Не помогает. Но опять же, я не знаю, как он делал. Может быть, он сидел в кресле. И совершенно ничего не делал. Приложил. Посидел часик. Потом встал. И пошел спать. Или еще что-то. Или вообще ничего не делал, кроме компресса. Может быть, вообще так. Опять же, тут же диета. Если вы кушаете постоянно мясо, едите молочные продукты, орехи и так далее, и так далее. Надо поизучать это все. Чтобы вам понять, что действует на ваши суставы. Поизучайте. Немножко ограничьте свой аппетит. Поменьше кушайте вредных продуктов. Побольше фруктов. Побольше пейте. Желательно чистой воды. А не вот этой из магазина, где PH 5,5. Не знаю, кому как поможет. Пробуйте. Изучайте. Я на все вопросы не могу ответить. Тем более, я не врач. Я тоже сам до этого дошел. У меня получилось. У меня сейчас не болит. Сейчас вот я выписал второй спандер. Так как я в предыдущем видео говорил, у меня немножко баншайба чуть-чуть проявилась после голодания. Баншайба. Диск позвоночника. И мне придется эту гимнастику. Надо начать делать. Я хочу также компрессы ставить, потом гимнастику делать именно на диск позвоночника. Через какое-то время, сразу скажу, это будет очень небыстро. Когда-нибудь я сделаю об этом видео. Результаты все равно какие-нибудь будут. Либо хорошие, либо плохие. Третьего не дано. Поэтому, кому интересно, подписывайтесь. Также я включил рекламу. Если кого-то она бесит, меня она, например, бесит, выключайте ее. Или если вас не бесит, мне пару копеек упадет. Мы в капитализме живем. Так что, денежки нам нужны. И пускай они капают, я не против. На этом, пожалуй, все. Всех с Новым годом. Здоровья, счастья, удачи. Пока.